Мальтийные конвекции Мальтийные конвекции Течение вязкой астаносферы под ними Вот это вот течение отражает постоянное перемешивание мантийной оболочки земли Этот процесс называется конвекцией Значит конвекция с буквой К, не конвенция Конвенция это если золотого теленка читали, то что Паниковский нарушил А конвекция это перемешивание вещества Конвекция Значит что такое конвекция? Конвекция Конвекция Вообще конвекция, не только мантийная Конвекция Значит движение вещества в среде неустойчиво стратифицированной по плотности При которой Легкие вещества всплывают, тяжелые погружаются Вот Значит что здесь принципиально? Принципиально это то, что среда должна быть неустойчиво стратифицирована по плотности Значит если мы представим себе ситуацию, когда в какой-то среде, а эта среда, она состоит из горизонтальных слоев Да, границы слоев совершенно ровные Более плотный слой внизу и дальше снизу вверх соответственно уменьшается плотность То никакой конвекции в такой среде не пойдет Такая среда устойчиво стратифицирована по плотности Если же мы представим себе наоборот, что более плотные слои находятся сверху, а менее плотные слои снизу То под действием силы тяжести начнется перемешивание этих слоев И начнется конвекция Потому что такая среда неустойчиво стратифицирована по плотности Далее, если в каждом из слоев, вот так как в земле, да, есть какие-то латеральные неоднородности То есть слой не абсолютно однороден по плотности, да, а в нем есть какие-то уплотненные участки и разуплотненные участки То уплотненные участки как более тяжелые начнут тонуть Разуплотненные как более легкие начнут всплывать и в среде начнется конвекция То есть обязательным условием является плотностная неоднородность Это первый момент Второй момент Что может привести к одному и тому же результату? Неустойчивой стратификации среды по плотности Может привести два фактора Первый Химическая неоднородность Второй Термическая неоднородность Значит, что приводит к появлению в мантии земли уплотненных, разуплотненных участков? Два фактора могут привести Либо один, либо другой, либо оба вместе Значит, соответственно, первый Это химическая неоднородность А второй Это термическая неоднородность Ну, представим себе, да, что какой-то участок мантии земли Содержит несколько большее количество тяжелых элементов Такой тяжелый элемент, собственно, в мантии достаточно распространенный только один Это железо Вот какой-то участок мантии содержит больше железа по тем или иным причинам Ну и других тяжелых элементов, да, а другой меньше Соответственно, тот участок, который содержит больше железа, будет уплотненным, более тяжелым, он будет тонуть Тот, который меньше, будет всплывать. И другой вариант. Значит, мантия абсолютно однородна в химическом плане. Ну, мы берем, естественно, крайние варианты, да. Но один участок нагрет, а другой относительно охлажден. Соответственно, нагретость станет разуплотненным, охлажденный станет уплотненным. Уплотненный будет погружаться, разогрет и всплывать. Вот. То же самое. Значит, встает вопрос, какая именно конвекция, тепловая или химико-плотностная, наиболее типична для мантии Земли. Значит, вот на сегодняшний день, на сегодняшний день предполагается, что основным источником мантийной конвекции является химико-плотностная неоднородность в мантии. Химико-плотностная неоднородность в мантии. Вот. Ну, понятно, значит, отвлекитесь от тетрадочек и внимательно послушайте. Понятно, что вопрос идет не о том, какая конвекция в чистом виде. Значит, либо чисто химическая, либо чисто тепловая. Потому что мы прекрасно понимаем, что если, предположим, изменяется химический состав, идут химические реакции. Эти реакции могут быть либо экзотермическими, либо эндотермическими. Значит, любое изменение химического состава вызовет повышение или понижение температуры. Так? С другой стороны, если один участок нагреть мантии, а другой участок охладить, нагревание само по себе приводит к химическим реакциям. А они, в свою очередь, бывают эндотермическими и экзотермическими. То есть, на самом деле, это две стороны одной медали. И на самом деле, химической конвекции без термической не бывает, и термической без химической. Они связаны. Вопрос, следовательно, состоит не в том, какая в чистом виде. Вот, либо чисто химическая, либо чисто термическая. А в том, что первично, что вторично. Так вот, первичной является химическая неоднородность в мантии, которая может вызывать термическую неоднородность. Вот. Понятно, да? Ну, тогда, так сказать, перейдем к описанию процесса. Значит, в правой части такая схема, очень условная схема мантийной конвекции. Значит, вот это вот литосфера. Да, вот это ее подошва. Вот здесь находится астаносфера, где написано «тепло» и «вертикальные стрелочки». Вот это вот граница ядра и мантии. Глубина 2900 километров. Граница Гутенберга. Лекция номер два. Значит, что происходит на верхнем уровне с мантией, что происходит на нижнем уровне? На верхнем уровне мантия теряет легкие элементы и охлаждается за счет передачи тепла через литосферу, в атмосферу, гидросферу и в космическое пространство. Значит, как происходит потеря легких элементов? Потеря легких элементов происходит следующим образом. Вспоминаем лекцию номер три. Значит, что происходит под дивергентными границами плит, там, где плиты расходятся? Там мантийное вещество, астаносферное вещество поднимается в зазоре между расходящимися плитами. Когда оно поднимается, снимается давление. Чем ниже давление, тем ниже температура плавления. В результате вещество мантийное начинает плавиться. Из него легкая выплавка идет на формирование океанской коры. Значит, легкие компоненты ушли в виде базальта. То, что осталось, становится плотнее и тяжелее, чем мантия в целом. Понятно, да? То есть, здесь надо понимать, что когда уплотненная образуется мантия, то это не добавили какого-то тяжелого вещества, а наоборот, убрали легкое. Охлаждение. Соответственно, горячая астаносфера контактирует с холодной литосферой. И теряет тепло. Теряет тепло двумя путями. Кондуктивным и конвективным. Кондуктивным за счет теплопроводности. Литосфера рассматривается просто как тепловой погранслой. Нижняя ее граница нагрета, а верхняя, соответственно, холодная. От нижней нагретой границы тепло переносится к верхней холодной. Но это очень малоинтенсивный источник переноса тепла. На самом деле, в Земле гораздо более эффективным механизмом теплопереноса является механизм не кондуктивный, а конвективный. Когда тепло переносится... Значит, все понимают, в чем различие между кондуктивным и конвективным теплопереносом? Значит, кондуктивный теплоперенос — это теплоперенос без движения вещества за счет передачи энергии молекулами. Нагретый участок, молекулы движутся быстрее. Они свою кинетическую энергию передают молекулам соседнего вещества. Каждая молекула находится при этом на месте. Конвективный теплоперенос — это теплоперенос вместе с веществом. Ну, проще говоря, замерзли, заходите в помещение, хотите руки согреть. Ежели руки прислоняете к батарее центрального отопления, горячей, то вот этот теплоперенос, соответственно, кондуктивный. Так? Нормально. Молодцы. Да. Но поскольку по моей вине задержались предыдущие лекции, примерно на такое же время я так спокойно к этому отношусь. Значит, это кондуктивный теплоперенос. А если вы руки согреваете, не прислоняя их к батарее, а держа на расстоянии 5 сантиметров, они тоже согреваются, но только это конвективный теплоперенос, потому что от горячей батареи воздух переносит тепло до ваших рук. Понятно, да? Вот. А каким образом конвективный теплоперенос происходит в земле? Ну, примеры какие-то. Вместе с веществом. С каким веществом? С магмой, конечно. Горячая магма с температурой около 1000 градусов. Магма поднимается на поверхность и застывает при контакте с океанской водой. Магма несет с собой тепло. Вместе с гидротермами океанская вода фильтруется через океанскую кору и, соответственно, выносит с собой тепло. Вот этот конвективный механизм, он более эффективен. Быстрее, во всяком случае, происходит. Потому что вообще вся Земля, и литосфера в том числе, они характеризуются очень низкой теплопроводностью. Вот. И вы можете сами легко посчитать, простейшие физические формулы взять, что вот если какое-то термическое событие происходит на глубине, там, скажем, 100 километров, ну, у подошвы не очень толстая литосфера. Где-нибудь там на краю океана. Да? То вот если бы тепло переносилось чисто кондуктивным путем, вот без магм, без гидротерм, без частиц воздуха и так далее, да, то есть вот чисто погранслой. Но вот это тепловое событие мы ощутили бы на поверхности Земли примерно через 300 миллионов лет. Вот. Это из-за того, что Земля вообще обладает очень низкой теплопроводностью. Вот. Но то, что Земля и в целом, и любой ее слой крайне плохо проводит тепло, это вам из бытовых примеров совершенно четко должно быть известно. Собственно говоря, почему продукты жарким летом сохраняются в деревенском погребе. На глубине всего метр. Да? Да потому что вот этот всего метр почвы обладает такой низкой теплопроводностью, что он не успевает провести солнечное тепло, соответственно, в подпол. Там холодно. Вот. Но это когда речь идет только о кондуктивном теплопереносе. А вот попробуйте оставить дверь в погреб открытой, и вот тогда все продукты испортились. Потому что туда конвективно попал горячий воздух, соответственно, с улицы. Ну, вот это примерно та же история. Вот. Значит, на верхнем этаже теряются легкие элементы, они уходят в океанскую кору, формируют океанскую кору, и теряется тепло. И таким образом на верхнем этаже, вот пока мантия перетекает в верхний уровень, астаносферный, да, образуется, соответственно, уплотненный участок, да, и одновременно охлажденный участок. Этот участок начинает тонуть. И таким образом формируется нисходящая ветвь конвекции. Дальше. Эта нисходящая ветвь проходит через всю мантию до поверхности ядра. И вот здесь, вот на этом уровне, мантия обтекает ядро. Что происходит здесь? Здесь мантия нагревается за счет глубинного тепла. Ядро горячее, чем мантия, как мы с вами видели, да? Значит, нагревается за счет глубинного тепла мантия и теряет тяжелые элементы. А вот почему теряет тяжелые элементы? Каким образом? На нижнем этаже мантия. Кто-нибудь догадается? Из чего состоит мантия, из чего состоит ядро? Ну, может, дальше дифференциация просто сойдет, то есть элементы... Ну, а в чем дифференциация-то это состоит? Вот в данном случае. Да, это... В ядро. Ну, правильно, правильно. Только какие элементы? Железо. Правильно, на этом уровне мантия теряет железо. Железо в мантии находится в какой форме? В мантии. В мантии, да. В окисно-силикатной форме. В виде окислов и силикатов. Ну, возьмите формулу, там, элементов породообразующих, там, ультраосновной породы. Типа передатита, да. Там будет у вас кремний, будет у вас кислород. И, соответственно, железо магний. Ну, и другие элементы менее распространенные. Правильно? Так вот, в мантии, это железо, да, оно находится в окисно-силикатной форме. А во внешнем ядре, которое находится вот здесь, в свободной, это смесь железа с серой. Значит, вот в этом вот слое, вблизи границы между мантией и ядром, это, если вы помните, как внутреннее строение земли, вот этот слой Д2 штриха, примерно 200 километров толщиной, да. Происходит потеря мантии железа, оно становится свободным и переходит в ядро. Оставшийся участок мантии, лишившийся тяжелого железа, так, становится, соответственно, менее плотным, чем окружающая мантия. Менее плотным, более горячим, соответственно, такой участок мантии начинает всплывать и формирует восходящую ветвь мантийной конвекции. Последний вопрос в этой части, а как химически называется превращение железа при переходе из мантии в ядро? Восстановление, конечно. Здесь железо в окисной форме, окисно-силикатной, а здесь свободный. Соответственно, железо восстанавливается. Принципиально понятна схема, да, каким образом мантии, за счет чего формируются разуплотненные и уплотненные, разогретые и охлажденные участки. Понятно. Тогда дальше поехали. Значит, возможность начала конвекции в веществе определяется значением числа релея. Так, тут я вам напишу, потому что там что-то все это плохо очень видно. Число релея. Р с синдексом А. Число релея. Значит, обратите внимание, что число релея безразмерное. Если вы посмотрите на именование величин, то это число будет безразмерным. И оно характеризует возможность начала конвекции в любом веществе, с любой вязкостью, с любым химическим составом. Вот. Но, естественно, какой конвекции? Конвекции химико-плотнослой. Значит, что здесь входит в это число? Дельта-Ро. Это разница плотностей между разуплотненным и уплотненным участками мантии. Тонущим и всплывающим. Уплотненным и разуплотненным. Ну, уже натуральное ускорение свободного падения в силе тяжести. Большое H – это мощность конвектирующей оболочки. Мощность конвектирующей оболочки. То есть, в данном случае, всей мантии. От подошвы летосферы и до границы ядра мантии. Ядро мантии. Две с половиной с лишним тысячи километров. В знаменателе большое D – это коэффициент диффузии. Коэффициент диффузии. А это – это буква «это». Вот эта буква «это». Это вязкость мантии. Теперь мы видим, что все, что в числе релея стоит числителя, это факторы, способствующие мантийной конвекции. А все, что стоит в знаменателе – это факторы, препятствующие мантийной конвекции. Чем больше каждая из этих величин, тем интенсивнее идет конвекция. Чем больше каждая из этих величин, тем менее интенсивно идет конвекция. Почему? Дельта ро – разница в плотностях между уплотненным и разуплотненным участком мантии. Если вот эта величина будет равна нулю, то среда устойчиво стратифицирована по плотности, плотностных неоднородностей нет, и, соответственно, конвекция не пойдет. Понятно, да? Если нет разницы плотностей между различными участками мантии, то какая конвекция? Чем больше эта величина, тем, соответственно, конвекция пойдет интенсивнее. Ну, сила тяжести понятна. Она не изменяется в ходе истории Земли, поэтому, так сказать, она постоянна. Вот это принципиально. Значит, чем больше мощность, толщина конвектирующей оболочки, тем конвекция интенсивнее. Вот. Вот это принципиальная вещь, потому что вот этот вот параметр, да, он уменьшается во времени, в геологическом времени. Если объем Земли сохраняется постоянным, а есть веские, так сказать, основания считать, что это так, да, и в Земле, в течение всей ее геологической истории идет дифференциация, то эта дифференциация приводит к тому, что растет железистое ядро, и уменьшается, соответственно, мощность мантийной оболочки. Вот. Раз это так, то, соответственно, вот из-за того, что H уменьшается, мощность конвектирующей оболочки, конвекция, ее интенсивность должна уменьшаться с геологическим временем. То есть Земля, как энергетическая машина, она деградирует, коль скоро конвекция, это один из источников энергии Земли. Теперь посмотрим на знаменатель. Коэффициент диффузии. Ну, что такое коэффициент диффузии? Что такое вообще диффузия? Так, которая в данном случае ведет к чему? Наоборот. Гомогенизация. Коднородность. Значит, коэффициент диффузии, это та скорость, с какой частицы вот одной среды проникают в другую среду. В данном случае мы говорим о химико-плотностной конвекции, это скорость выравнивания плотностных неоднородностей. Значит, соответственно, коэффициент диффузии высокий, быстро выравниваются плотностные неоднородности. Коэффициент диффузии низкий, медленно выравнивается. Если очень высокий коэффициент диффузии, то любая плотностная неоднородность, даже очень сильная, возникнув мантия, очень быстро будет уничтожена. И по этой причине конвекция прекратится. Понятно, да? Если, соответственно, маленький коэффициент диффузии, то тогда плотностные неоднородности достаточно долго сохраняются. Ну и вязкость. Понятно, что чем более вязкая жидкость, чем она более густая, тем менее интенсивно идет конвекция в ней. Таким образом, это факторы, способствующие конвекции, а это, соответственно, препятствующие. Дальше число релея безразмерно. И, соответственно, при числе релея больше 10 в третьей степени, конвекция возможна. Меньше этой безразмерной величины 10 в третьей степени, конвекция невозможна. Теперь, если вы самостоятельно на досуге поставите сюда величины, характерные для Земли, различия плотностей, силу тяжести, мощность конвектирующей оболочки, а также коэффициенты диффузии и вязкости, то вы увидите, что за счет, прежде всего, колоссальных значений вязкости и большой мощности, соответственно, мантийной оболочки, у вас при любых допустимых значениях, вот этих вот параметров для мантии Земли, число релея всегда оказывается более вот этой вот величины, намного порядков больше. Значит, это означает, что конвекция в мантии возможна. При других параметрах конвекция в мантии была бы невозможной. Следующий вопрос, а какая конвекция? Значит, конвекция бывает двух видов. Конвекция может быть упорядоченной. Упорядоченной. Еще она называется ламинарной. И конвекция бывает хаотической. Или турбулентной. Ламинарная и турбулентная. Ламинарное отсечение и турбулентное отсечение. Значит, течения могут быть ламинарными и турбулентными. Тип течений в мантии Земли, тип конвекции, определяется другим числом, тоже безразмерным. Числом Рейнольца. Тоже R, но с индексом И. Значит, тип конвекции, ламинарный или турбулентный, определяется числом Рейнольца. Так же, как в формуле для числа Рейлея, h – это мощность конвектирующей оболочки, то есть мантии Земли, без литосферной части. Вязкость. А вот это вот скорость мантийных течений. Большой V – скорость мантийного течения. Вот. При высоких значениях числа Рейнольца течение может быть турбулентным. А при низких значениях числа Рейнольца – только ламинарным. Ну и опять же, учитывая колоссальные значения вязкости мантии Земли, которая стоит вот там вот в числе Рейнольца в знаменателе, мантия характеризуется в целом очень низкими числами Рейнольца. А это означает, что в мантии возможны только ламинарные, только упорядоченные течения. Турбулентные течения в мантии невозможны. Значит, таким образом, возможность конвекции в Земле и ее тип определяются двумя безразмерными числами. Значит, при параметрах, которые имеет мантия Земли – соответственно, вязкость, коэффициент диффузии, толщина и различие плотностей. Значит, конвекция в мантии возможна. Это определяется числом релея. И в мантии возможно только упорядоченное, только ламинарное конвективное течение. Значит, хаотические турбулентные течения при столь высоких значениях вязкости, как у мантии, они невозможны. Все ли понятно? Есть ли вопросы по этой части? Все понятно, да? Движемся дальше. Существует две альтернативные схемы мантийной конвекции. Значит, первая слева – схема сквозь мантийной конвекции. Сквозь мантийная конвекция. Значит, в этой схеме предполагается, что конвекция пронизывает всю мантию Земли. Ну, вот как на предыдущем рисунке, который мы с вами рассматривали. Значит, прямо от подошвы литосферы и до границы ядра мантии. Вторая схема справа, более сложная. Это схема раздельной конвекции в верхней и нижней мантии. Раздельная конвекция в верхней и нижней мантии. Вот. Эта схема более прихотливая, чем вот эта вот. Да? Значит, раздел между верхней и нижней мантией, как мы помним, на глубине 660-670 километров. Вот. Вязкость у верхней мантии существенно ниже, чем у нижней мантии. Соответственно, предполагается, что в нижней мантии мантийные течения более простые, более крупные ячейки. Да? А в верхней мантии, значит, более сложные, более мелкие ячейки. Но и там, и там, естественно, течение ламинарное, упорядоченное. И хаотические течения в мантии не допускаются низкими значениями числа Рейнольца. Значит, схемы, как вы видите, они альтернативны. Это означает, что современная геодинамика, она не выбрала пока одну из двух схем. И есть факты, подтверждающие и сквозь мантийную схему конвекции, и раздельную схему конвекции. Значит, что это за факты? Раздельную конвекцию верхней и нижней мантии подтверждают данные сейсмической томографии. Значит, вот перед вами две карты современных. Вот, значит, что это такое вкратце? Значит, в последние, ну, там, 20 лет, благодаря развитию вычислительной техники, значит, появился вот такой вот метод, так называемый метод сейсмической томографии. Значит, томография, это что такое? Это послойное расчленение чего-либо. Да? Вот. Термин вы знаете наверняка из медицины. Вот. Магнитно-резонансная томография, рентгеновская томография и так далее. Послойно исследуется, так сказать, ну, человеческое тело, человеческий мозг, там, человеческое сердце, там, все что угодно. Вот. В чем здесь состоит смысл? Значит, вспомните курс сейсморазв... Часть курса геофизики, который был посвящен сейсморазведке. Да? Значит, ну, помните, так сказать, обычную кинематическую сейсмику. Волна, так сказать, падает, волна отражается. Волна падает, скользит, возвращается в виде головной, так сказать, на поверхность Земли. Мы ее регистрируем. В каких случаях работает такой метод? А в тех случаях, когда в Земле имеются резкие границы раздела. Вот когда есть резкие границы раздела, резко отличающиеся по скоростям прохождения в них упругих волн, да, выше границы, ниже границы, значит, тогда никакая томография не нужна. Достаточно обычной лучевой сейсмики. Точно так же, когда в человеческом теле надо различить, там, кости и мягкую ткань, никакая томография не нужна. С этим обычный рентген запросто справляется. То есть одно высокочастотное излучение. Но, если, скажем, в человеческом теле существуют не какие-то резкие, так сказать, неоднородности, да, а какие-то неоднородности очень незначительные, какие-то изменения костных тканей, какие-то изменения тела, мозга и так далее, то вот здесь вот у вас, так сказать, рентгена уже не хватит. Рентген вам ничего не покажет. Соответственно, мы начинаем менять частоту излучения, так, магнитно-резонансного, рентгеновского, там, какого угодно, да, мы начинаем менять частоту излучения, и на разных частотах послойно рассматриваем отклонение скоростей прохождения этого излучения через среду. И выявляем области, где эти скорости немножко выше, немножко ниже. Выше-ниже на проценты или даже доли процентов. Точно так же в Земле. В мантии резкие неоднородности отсутствуют. Но есть очень много таких вот небольших и неявно выраженных неоднородностей, связанных с наличием в ней уплотненных и разуплотненных зон. То, о чем мы как раз сейчас говорим. Вот для того, чтобы выявить такие незначительные неоднородности, малоамплитудные, да, лучевой сейсмики не хватает. И это используется метод сейсмической томографии. Значит, здесь два среза. Вот это срез глубина 100 километров. Это, собственно, верхняя астаносфера. А вот это глубина 300 километров. Тоже астаносфера, но только на 200 километров глубже. Соответственно, красные и желтые области – это области, где скорости прохождения упругих волн, да, несколько ниже, чем в среднем в Манте. А синие области, наоборот, это области, где скорости прохождения упругих волн несколько выше, чем в среднем в Манте. Причем вот это несколько, да, это плюс-минус 3% всего-навсего. Вот вся вот эта вот цветовая шкала. Когда мы рассматриваем с вами самый верх астаносферы, да, мы видим очень дифференцированную картину, при которой, значит, области с повышенными скоростями упругих волн, мы их интерпретируем как области разогретые, да, относительно горячие, они у нас совершенно четко корреспондируют с срединноокеаническим хребтом. Действительно, это те области, под которыми степень плавления астаносферы максимальна, соответственно, самая разуплотненная астаносфера. Когда мы попадаем под континенты, да, здесь резко увеличивается скорость прохождения упругих волн. Ну, на уровне 100 километров под континентами находится, собственно говоря, литосфера. Как только мы заглубляемся всего-навсего на 200 километров ниже этого уровня, да, картина становится гораздо проще. Вот здесь мы уже только можем говорить о том, что в целом океаны характеризуются разуплотненной в целом мантией, да, а континенты уплотненной. Если мы опустимся еще глубже, на более глубокие срезы, то там картина станет еще более упрощенной. Вот. Значит, это говорит о том, говорит в пользу, соответственно, схемы вот такой вот. Когда мы смотрим с вами, так сказать, верхний мантийный слой, вот, то здесь, соответственно, у нас дифференциация по плотностям гораздо более существенная, чем в нижней части. Но, тем не менее, тем не менее, мы не отказываемся вот от такой вот схемы сквозь мантийной конвекции. А вот как вы думаете, почему? Какие данные свидетельствуют нам о том, что все-таки мантия, вот конвекция в мантии, имеет сквозной характер? Вот. И что на поверхность Земли, да, то есть до литосферной оболочки, доходят, так сказать, струи с самого, с самой границы почти ядра. Состав магма, может быть? Состав магма более конкретно. То есть, что там есть железо? А если там бы не было железо, тогда... Ну, не просто серо-железо. Серо-железо, вон, серо в перите есть. Что толку-то? Элементы или что-то другое? А как называется химические соединения? Устойчивые минералы. Совершенно правильно. По минералам, по скелету минерала, мы можем определить температуру и давление, при которых они формировались. Вот термобарометрия на этом, соответственно, основана. Так вот, в глубинных магмах, в глубинных магмах, да, есть ксенолиты. Вот. Которые включают, ну, в основном, это минералы группы цирконов. Так вот, эти вот цирконы, они образовались при давлениях, да, соответствующих глубинам 2,5 тысячи километров и несколько более. Если эти ксенолиты, конечно, их очень мало, в этих глубинных магмах, да, но если хотя бы мельчайшие эти ксенолиты могут попасть, значит, в магмы, которые находятся на поверхности, значит, нам остается только предположить, что, по крайней мере, в какие-то геологические эпохи, да, конвекция носила сквозь мантийный характер и пронизывала всю мантию. Вот. Значит, в современных схемах, но это вы прочитаете самостоятельно, это вам для самостоятельной работы, а, значит, в современных схемах мантийной конвекции предполагается периодическая смена сквозь мантийные конвекции на раздельную конвекцию верхней и нижней мантии. Значит, теперь рассмотрим формы конвекции в мантии Земли. Значит, предполагаю, что конвекция носит сквозь мантийный простейший характер, что конвекция пронизывает всю мантию Земли, соответственно, от подошвы литосферы и до поверхности ядра. Значит, первая и самая примитивная форма конвекции это конвекция одна ячейковая слева. Ну, это разрез Земли, как вы понимаете, двухмерная картина. Если мы рассматриваем с вами трехмерное тело, глобус, то одна ячейковая конвекция выглядит следующим образом. Значит, один султанчик подъема вещества, полюс подъема, от которого вещество поднимается и расходится под астеносферой. И один полюс, тоже трехмерный, опускание вещества, такая воронка трехмерная, куда вещество стекается и опускается, соответственно, опять к поверхности ядра. Обтекает поверхность ядра, теряет тяжелые элементы железа, нагревается и всплывает в полюсе подъема. А обтекает астеносферу, под литосферой непосредственно теряет легкие базальты, уходящие на строительство океанской коры, теряет тепло кондуктивным, конвективным путем, и стекается в полюс опускания. Тонет. Вот такая форма конвекции, самая простая, называется одна ячейковой. Одна ячейка. Полюс подъема, полюс опускания. Примерно антиподы. Ну, примерно, естественно. Второй, более сложный вариант. Это двухъячейковая конвекция. Справа. Двухъячейковая конвекция. Вот. Вот здесь, возможно, два варианта. Два варианта. Либо они одинаковые в разрезе, они в трехмерной картине разные. Значит, первый вариант. Двухъячейковая конвекция. Это два изометричных полюса подъема вещества и экватор его опускания. То есть вот в двух полюсах трехмерных поднимается вещество, да? Обтекает землю. Здесь тоже подъем. И некий экватор, опоясывающий всю землю. Да? Где вещество опускается к поверхности ядра. Вот такая двухъячейковая конвекция будет называться двухъячейковой с открытыми ячейками. Открытыми ячейками. Ну, просто запомнить. Открытые ячейки, в смысле, от полюса расходятся в стороны. Да? Вещество к экватору. И альтернативный вариант. Соответственно, экватор подъема вещества и два полюса его опускания. Та же самая двухъячейковая конвекция, но только с закрытыми ячейками. Вещество стекается к воронкам-полюсам. Ячейки закрыты. И то, и другое двухъячейковая конвекция. Значит, простейший способ. Одноя ячейковая конвекция. Полюс подъема, полюс опускания. Более сложный случай двухъячейковая. Двухъячейковая с открытыми ячейками. Два полюса подъема, экватор опускания. И наоборот, с закрытыми ячейками. Экватор подъема, два полюса опускания. Вот более сложных вариантов конвекция. В мантии при ее параметрах быть не может. В более сложную структуру приведет к турбулентной конвекции. А турбулентная конвекция запрещена низкими числами релея. Значит, максимальная сложность конвективных ячейок для Земли – это двухъячейковая конвекция. Как справа. Итак. Значит, параметры мантии определяют два типа конвекции в ней. Соответственно, две формы. Одноя ячейковая и двухъячейковая. Одноя ячейковая конвекция. С течением времени неизбежно переходит в двухъячейковую форму. Значит, как это происходит? Вот схема одноячейковой конвекции. Полюс подъема вещества, полюс опускания вещества. Соответственно, одна ячейка из двух половинок состоит. Вот одна, вот, соответственно, вторая. В центре каждой ячейки. Значит, вещество перемешивается меньше, чем по ее краям. Из-за этого с течением времени в центре ячейок образуются застойные зоны. Вот эти голубенькие. В этих застойных зонах вещество холоднее и плотнее, чем по краям ячеек. Вот из-за этого со временем вот эти вот застойные зоны начинают тонуть в мантии, стремятся к ядру, так или так. И на их месте формируются новые нисходящие потоки. Таким образом, значит, со временем в одноячейковой форме конвекция, значит, неизбежно возникают вот эти застойные зоны, уплотненные, охлажденные. Они становятся будущими полюсами или экватором опускания вещества. Это означает, что с течением времени неизбежен переход одноячейковой конвекции в более сложную двухячейковую форму. Дальше. Казалось бы, если бы вот этот процесс так и продолжался, то в двухячейковой конвекции, соответственно, в каждой ячейке, их здесь уже две, в каждой из ячеек, соответственно, тоже образовывались бы застойные зоны, и они бы тоже начинали опускаться к центру Земли, к ядру, формируя более сложные конвективные структуры. Но более сложные конвективные структуры запрещены низкими числами Рейнольца. Вот. Поэтому в Земле постоянно происходит смена одноячейковой конвекции на двухячейковую. А двухячейковая возвращается к более примитивной одноячейковой форме. Значит, что является поверхностным проявлением той или иной мантийной конвекции, той или иной формы мантийной конвекции? Одноячейковой или двухячейковой, да? Значит, в эпоху одноячейковой конвекции все континенты собираются в одном месте, примерно над полюсом опускания вещества, и формируют суперконтинент. В эпоху двухячейковой конвекции суперконтиненты, наоборот, оказываются взломанными, и их фрагменты разносятся по поверхности Земли. Значит, раскрываются новые океаны между континентами. Затем, снова переход в одноячейковую форму, образуется новый суперконтинент, уже по-новому скомпонованный над другим совсем полюсом опускания вещества. Образование этого нового суперконтинента знаменует следующую эпоху одноячейковой конвекции. Затем снова раскол и так далее. Значит, формированию суперконтинентов на поверхности Земли соответствует какое тектоническое событие? Глобальная эпоха орогенеза или фаза складчатости или фаза диастрофизма. Называется по-разному. Понятно, да? Значит, все континенты столкнулись между собой, образовали суперконтинент. Это означает, что на всех континентах этого времени вы увидите следы орогенеза, следы столкновения, следы коллизии. Вот, соответственно, эпохи, когда по всем континентам проявились следы коллизии, они и выделяются в геотектонике как фазы или эпохи складчатости или эпохи диастрофизма. Соответственно, эпохам одноячейковой конвекции, эпохи одноячейковой конвекции имели место тогда, когда на Земле формировались суперконтиненты или, что то же самое, имели место глобальные фазы диастрофизма. Какие фазы диастрофизма, мы знаем. Давайте. Ну вот, сегодня мы имеем дело с какой фазой диастрофизма? С альпийской. Альпийская. Альпийско-гималайский – это пояс, а фаза диастрофизма – она альпийская. Да. Вот как вы думаете, ну, если исходить вот из этого вот рассуждения, да, о том, что в эпохе одноячейковой конвекции образуются суперконтиненты, а двухячейковые конвекции, они, континенты, наоборот, растаскиваются по поверхности Земли. Вот сейчас мы живем в эпоху какой конвекции? Одноячейковой или двухячейковой? Конечно, двухячейковой. На Земле очень много океанов, и континенты разобщены. Ну, хорошо, а как вы думаете, двух-то-двух, а с открытыми или с закрытыми ячейками? Ну, если с закрытыми, тогда на Земле надо указать соответственный экватор подъема вещества и два полюса опускания. А если с открытыми, тогда наоборот. Значит, полюсам подъема примерно, ну, конечно, очень примерно соответствует система срединноокеанических хребтов, да? Вот. А полюсам опускания или экватору опускания, да? Соответствуют области субдукции, наоборот. Вот. Исходя из этого, и наблюдая тектоническую ситуацию на современной Земле, да, мы все-таки живем в эпоху, конечно, двухъячейковой конвекции, вот. Но все-таки с открытыми ячейками. Вот. Потому что мы видим на Земле очень четкий, почти кольцевой экватор опускания вещества. Это Тихоокеанское кольцо. Соответственно, зона субдукции по обрамлению всего Тихого океана и восточной части Индийского. Вот. Вот. Ну, хорошо. А какие фазы диастрофизма мы знаем, вот такие вот, как вы думаете, вот Альпийская, в которой мы сейчас живем, да, она является действительно глобальной? Ну, видите ли, ведь между эпохами суперконтинентов, когда все континенты собираются вместе, да, частные столкновения, скажем, двух-трех континентов тоже происходят. И такая фаза диастрофизма тоже выделяется. Вот. Но только она имеет более низкий порядок. Есть там фазы первого порядка, самые сильные, да, второго, третьего. Вот. Ну, так сказать, нынешняя, вот которую мы наблюдаем, Альпийская, она, как вы думаете, вот по такой классификации? Сильная, слабая, средняя? Слабая. Слабая, конечно. Ведь, посмотрите, в сегодняшнем столкновении на поверхности Земли, по сути дела, всего две литосферных плиты, два континента участвуют. Евразия, Африка, ну, Индостан еще там, края. И все. Остальные континенты, так сказать, дрейфуют по Земле изолированно. Между ними раскрываются океаны. Вот. А когда была последняя эпоха, когда все континенты столкнулись между собой? И фаза диастрофизма действительно была глобальной. А в калейдонскую фазу что столкнулось тогда? Вот где калейдониды есть? В Норвегии, совершенно правильно. Еще где? В Гренландии. И все, и привет. Практически. Ну, еще немного в Казахстане. Конечно. Значит, последняя эпоха диастрофизма первого порядка была герцинская. 0,26 миллиардов лет назад. Соответственно, 260 миллионов лет назад. Какой геологический период в то время на Земле стоял? Сами вы мезозой. Мезозой. Значит, ребята, теперь серьезно. Вот смотрите, мы говорим о геодинамике, то есть о физических законах, определяющих эволюцию Земли. Значит, берите геохронологическую шкалу, желательно современную, с 2007 года и дальше. Да? И хотя бы на уровне, на уровне R геологических, да, знайте их датировку. Когда закончился палеозой, начался мезозой. Когда закончился мезозой, начался кайнозой. Ну, периоды уже не надо, конечно, это уже слишком, так сказать, мелко, да, но границы между геологическими, соответственно, R-ами, вот, знать надо. Понятно, да? Значит, 260 миллионов лет, это что у нас? Граница Перми и Триаса, 245 миллионов лет, граница палеозоя и мезозоя. Соответственно, 260 миллионов лет, это поздняя Перми. Самый-самый конец палеозоя. По сути дела, ведь геохронологические шкалы, они же строились когда-то, когда не было изотопной геологии, да, они же строились на палеонтологической основе. А эпохи столкновения континентов, это эпохи массовых вымираний. То есть именно то, на основании чего строится геохронологическая шкала. Это же не просто там эти самые палеонтологи с геологами сели, там посидели, банкет устроили и говорят, давай, значит, граница будет вот здесь вот. За этим, так сказать, весь смысл геологии. Вот. Значит, предыдущее такое же глобальное столкновение имело место чуть больше миллиарда лет назад. Может, кто знает, как эпоха диастрофизма называлась? Не-е-е. Значит, байкальская, это вообще даже такую фразу, запомните, потому что сейчас этот термин является термином устаревшим. Значит, его, я знаю, что геологи его страшно любят, многие, вот, но на самом деле байкальскую эпоху попадает чуть не 500 миллионов лет. Земная история это сравнимо с, больше, чем палеозой. Вот, значит, это гренвильская фаза диастрофизма, названа по провинции Гренвиль в Канаде. Предпоследняя, последняя вот эта. Значит, это герцинская, это гренвильская. Значит, перед этим 1,8 миллиарда лет. Вот это ближе к нам. Называется Карельская. Карельская фаза диастрофизма. Да. Вот в это время произошло, произошло образование всех крупных платформ. Значит, до этого были блоки континентальной коры, континентальная кора, естественно, уже была, вот, но крупных платформ вот таких, как там Восточноевропейская платформа, Североамериканская и так далее. Их не было. Вот из относительно мелких блоков они сформировались 1,8 миллиарда лет назад. Вот. Ну и, наконец, еще более ранее, 2,6 миллиарда лет назад. Так называемая Кеноранская фаза диастрофизма. Кеноранская. По южноафриканской провинции Кеноран. Еще она называется Родезийская. Названий достаточно много. Я говорю, такие наиболее часто употребительные. Вот. Значит, вот в эти вот эпохи были более ранние, но только с этого времени в полном объеме действовал механизм тектоник и плит. Значит, что такое цифра 2,6-2,5 миллиарда лет? Граница между чем и чем? 2,5 миллиарда лет граница Архея-Протерозоя. Вот, начиная сначала Протерозоя, вот, на Земле существовал тот стиль эволюции, который описывается с тектоникой плит. До этого была ситуация несколько иная. Значит, за это время раз, два, три, четыре раза с периодом примерно 700 миллионов лет все континенты на Земле собирались в единый суперконтинент. В это время, соответственно, в мантии Земли существовала одноячейковая система конверсии. Затем происходил распад суперконтинентов. Части, осколки этих континентов дрейфовали по поверхности планеты и спустя примерно 700 миллионов лет сталкивались уже в других местах, образуя следующий суперконтинент. Разумеется, и в перерыве между главными столкновениями происходили частные столкновения. Один, два, три континента сталкивались, да? Ну, в частности, значит, после уже герцинской фазы диастрофизма, да? Как, кстати, суперконтинент назывался? Герцинский? Пангея, совершенно правильно, да? Вот распад Пангея, значит, несколько, спустя, примерно 200-220 миллионов лет назад, уже в Триасе, он привел к образованию нынешних океанов и, соответственно, нынешней конфигурации континентов. Но столкновения происходили, значит, после герцинской фазы диастрофизма, какие еще были? Кемерийская, Кемерийская, конечно, в Крым поедете, соответственно, увидите там Кемериды, да? Вот, значит, Кемерийская складчатость, соответственно, в Триасе, в начале Юры, вот, и затем, 35 миллионов лет назад, Альпийская, современная фаза диастрофизма. Вот, но обе они, соответственно, имеют гораздо более низкий порядок, потому что столкновения были не всех континентов, вот, а, так сказать, отдельно. А Калидонская-то, которая вот что-то вам прикипела, она где, когда была-то? И хотя бы между какими? Ну, конечно, она была перед Герцинской, соответственно, примерно 400 миллионов лет назад, 420-400 миллионов лет. Это возраст скандинавских калидонитов, ну, скандинавских и гренландских калидонитов. Значит, соответственно, все схемы монтийной конвекции, вот эти вот, одноячейковые, двухячейковые, они базируются в том числе не только на физико-механических расчетах, но и на периодизации истории Земли. Теперь чуть дальше. Значит, таким образом, главной силой, которая движет литосферные плиты, является монтийная конвекция. Значит, здесь на этом рисунке показаны все силы, которые действуют на плиты, и к силам монтийной конвекции здесь относятся две. F с индексом DO и DC. вот эти две силы. F DO и F DC, это силы вязкого трения астыно-сферы о подошву литосферы. Силы вязкого трения, астаносферы, по подошву литосферы. Вместе эти силы называются силами мантийного волочения. Силы мантийного волочения. По-английски это называется mental drag. Дрэг волочить. Mental drag forces. Силы мантийного волочения. Буквальный перевод. Значит, вот это вот черное, это, как вы догадались, океанская литосфера. Здесь она образуется. Это срединоокеанический хребет, дивергентная граница. Здесь просто разрыв. Океан имеется в виду, что более обширный. А вот здесь океанская плита субдуцирует под континент. Вот это континентальная плита. Соответственно, под литосферой, что океанской, что континентальной, находится вязкая астаносфера. Она течет. Вот. Часть этой энергии течения, часть энергии течения волочет на себе, соответственно, выделяется в кинетическую энергию, энергию волочения. И волочет на себе, соответственно, либо океанскую плиту, либо континентальную. Как вы думаете, почему две силы вот выделены? Они, собственно, одинаковы по смыслу. И та, и другая сила мантийного волочения. Но почему-то под континентом и под океаном, они все-таки вот разделены. Конечно. А разные значения за счет чего? Принципиально, я бы сказал, разные значения. Нет. Просто океанская литосфера, она имеет гораздо меньшую толщину, чем континентальная. Это означает, что под океанской литосферой, да, мы имеем дело с астаносферой гораздо более подвижной и менее вязкой, чем под континентом. Это раз. Второе. Значит, если это сила мантийного волочения, да, то кроме интенсивности течения, еще чем определяется сама сила? Сама сила определяется неровностью подошвы. Чем более неровная подошва, чем более она шероховатая, да, подошва литосферы, тем, соответственно, сила будет больше. Вот. Так вот, в случае с континентом, в случае с континентом, вот эта вот подошва, здесь этого на рисунке просто не видно, эта подошва, она, конечно, будет на гораздо большей глубине и гораздо более неровной, чем в случае с океаном. Но и та, и другая, это силы мантийного волочения. Дальше. Срединоокеанический хребет, дивергентная граница. Значит, он приподнят. И плиты под действием силы тяжести как бы соскальзывают с вершины срединного хребта. Ну, под ним существует мантийный выступ, астоносферный выступ. И вот с этого астоносферного выступа плиты соскальзывают под действием силы тяжести. Вот эти силы называются, соответственно, силы отталкивания от хребта. Вот эта аббревиатура означает рич-пуш. Рич-пуш. Отталкивание от хребта. Вот в гостиницу входите, там, значит, на дверях написано пуш-пул. Пуш, соответственно, толкать, пул тянуть. Вот это вот рич-пуш. Отталкивание от хребта. И еще одна последняя сила. Вот эта вот. Она приложена к краю субдуцирующей плиты. Вот эта сила. F с индексом NB. Кто-нибудь попробует расшифровать? Видите, какая хитрая? А? Негатив. Что? Ну ладно. Хорошо, тогда зайдем с другой стороны. А почему, собственно, она возникает? Значит, смотрите, какая вещь. Нам ведь кажется, мы имеем дело с чем? С субдуцирующей плитой. И нам кажется интуитивно, что для того, чтобы океаническую плиту вот запихать на огромные глубины обратно в астаносферу, для этого надо приложить какие-то усилия. Так вот, на самом деле, это совсем не так. Вот. Мы об этом будем подробнее говорить. На самом деле, здесь есть одна очень важная такая хитрость. Значит, дело в том, что мы с вами говорили, что вот подкоровая мантия, да, она от астаносферы по химическому составу никак не отличается. А отличается она чем? Она отличается фазовым состоянием. Литосфера, вот эта черненькая, да, она твердая, а то, что под ней вот эта вот светло-серенькая, вот, она в частично расплавленном состоянии. Ну, условно будем говорить в жидком. Вот. Так вот, хитрость-то, главное, состоит в том, да, что вот когда, ну, в такой научно-популярной литературе иногда литосферные плиты сравнивают с альдинами, да, плавающими на поверхности воды. Вот надо понимать, что физически такая аналогия, она абсолютно несостоятельна. Лед плавает по закону Архимеда, потому что лед в кристаллическом, в твердом состоянии имеет меньшую плотность, чем в жидком состоянии. У него менее плотная кристаллическая решетка. Но лед это исключение. Таких исключений, значит, вода, висмут и еще, по-моему, три каких-то. Основная часть, значит, веществ, она в твердом, в кристаллическом состоянии имеет большую плотность, чем в жидком. И литосфера, мантийное вещество, в этом отношении не исключение. Значит, когда из астеносферы образуется литосфера, то есть, когда часть верхней мантии отвердевает, она становится плотнее и тяжелее того, на чем она плавает, из чего она образовалась. И это означает, что уже вот рождаясь, океанская литосфера в себе несет зачатки собственной гибели. Она становится более плотной и тяжелой, чем то вещество, на котором она плавает. И такая ситуация, она продолжается до тех пор, то есть, вот никакая аналогия со льдом здесь не проходит. Здесь проходит, скорее, аналогия, ну, с судами, со стальным корпусом. Вот почему они плавают? Сталь гораздо плотнее, чем вода. Вот, а плавают они за счет того, что внутри корпуса находится воздух, который гораздо менее плотный, чем вода. Но это до тех пор, пока сохраняется сплошность корпуса. А вот когда со временем этот корпус, соответственно, у нас проржавеет, подвергнется коррозии и так далее, целостность всего будет нарушена, да, вот в этом случае, так сказать, вода попадет в корпус корабля, и привет. Вот. Ну, примерно та же самая штука, о которой мы будем говорить еще более подробно, когда будем говорить на следующей лекции про океанскую литосферу. Вот. И с ней происходит. Короче говоря, океанскую литосферу не надо запихивать в бантию. Она там сама тонет. И, соответственно, вот эта сила называется сила негатив. Ну, если лед плавает на воде, то это плавучесть по закону Архимеда, положительная плавучесть. Да? Есть нулевая плавучесть. Как у подводных лодок. Вот. А есть отрицательная плавучесть. А плавучесть по-английски? Байонси. Негатив байонси. Да. Сила отрицательной плавучести. Сила затягивания океанской литосферы в зону субдукции. Океанская литосфера под действием этой силы затягивается в зону субдукции и тащит за собой всю остальную плиту. Вот в отличие от первой группы сил, вот эти вот силы называются силы, приложенные к краям плит. Plate Edge Forces Сложно пишется, поскольку слово латинское. У Ай О У Си Вот по-моему вот так. Здесь точно так? Вот здесь проверьте на всякий случай. Значит, обе силы, сила отталкивания от хребта и сила затягивания, сила отрицательной плавучести, объединяются в группу сил, приложенных к краям плит. Plate Edge Forces Вот это сила мантийного волочения, Mental Drag Forces. А это сила, приложенная к краям плит. Ну вот, и теперь остается только посмотреть, какие силы для современной Земли у нас являются основными, а какие дополнительными. Значит, обратим внимание на две диаграммы. Значит, вот каждая диаграмма, да, вот эта вот по оси абсцесс, это скорости плит, современных плит. Современных 13-ти литосферных плит. Так. Ну, аббревиатура их названия. Евразийская, Североамериканская, Южноамериканская, Антарктическая, Африканская, Карибская и так далее, и так далее, да. Вот. Верхние синенькие столбики. Что это такое? Значит, вот это вот площадь континентальной части плиты. Вот. Мы знаем, что почти все плиты литосферные, они имеют смешанный тип, то есть включают как океанскую, так и континентальные части. Так вот, оказывается, что чем больше площадь континентальной части плиты, да, чем выше синий столбик, тем с меньшей скоростью движется плита. О чем это говорит? В чем причина? Потому что континентальная литосфера гораздо толще, чем океанская. Она имеет мощность там до 300-350 километров. Под ней астаносферы почти нет. Континенты как бы сидят на мели. И чем больше вот эта вот континентальная часть, ну, например, у евразийской плиты, на которой мы с вами живем, огромная континентальная часть по сравнению с океанской. Хотя океанская тоже есть. Вот. Соответственно, это самая медленная плита. А вот, например, у какой-нибудь тихоокеанской плиты или плит как вот кокоса Наска, да, там они почти чисто океанические. Движутся они очень быстро. Второе. Красные столбики. Значит, здесь тоже самая скорость. А вот здесь по оси ординат отложена доля субдуцирующего периметра в процентах. То есть, какая часть периметра плиты в процентах приходится на зоны субдукции. И оказывается, что чем больше вот эта вот доля субдуцирующего периметра, то есть, чем большая часть периметра литосферной плиты приходится на зоны субдукции, тем такая плита движется быстрее. Самые быстрые плиты на Земле, соответственно, Кокос, Тихоокеанская, Наска, у них огромная доля субдуцирующего периметра. Самый высокий столбик это филиппинская плита. Со всех сторон, ну кроме Южной, ограничена чисто зонами субдукции. Движется очень быстро. А вот какая-то там евроазиатская, североамериканская, южноамериканская, где доля субдуцирующего периметра невелика, почти нет зон субдукции по краям, да, движется медленно. О чем это говорит? Что, по крайней мере, на современной Земле, вот эта вот сила отрицательной плавучести является ведущей. Чем больше доля субдуцирующего периметра, тем быстрее движутся плиты, потому что субдуцирующие края плит тонут в астоносфере и тянут за собой всю оставшуюся плиту. Вот. Но, когда мы рассматриваем вот этот вот баланс сил, надо иметь в виду следующее. Во-первых, все равно основной первопричиной движения плит являются силы, связанные с мантийной конвекцией. Потому что не было бы мантийной конвекции, соответственно, не было бы и субдукции плит. Все остальные силы уже являются производными. Во-вторых, то, что мы видим сегодня, и тот баланс сил, который мы видим сегодня, да, это отражение современной картины. И далеко не факт, что в прошлой геологической эпохе баланс сил был таким же. Вполне возможно, что существовали периоды в истории Земли, когда основной, ну, основной, так сказать, движущей силы была не сила отрицательной плавучести, а какие-то другие из этой вот группы сил. Таким образом, завершая сегодняшнюю лекцию, значит, мы с вами рассмотрели условия возникновения мантийной конвекции, ее возможность, формы двухъячейковой, одноъячейковой, так, переходы одноъячейковой в двухъячейковой, значит, формы, невозможность более сложных форм, чем двухъячейковая, из-за необходимости ламинарных конвективных течений в мантии. И общий баланс сил, которые движут метросферные плиты.